всем привет от татьяны 46 лет сейчас мы с вами как обсудим самые животрепещущие вопросы по мало же по методам естественного омоложения лица и пока все собираются я начну потому что курс я надеюсь оставлю в записи а я и хочу поговорить о мне как всегда кучу вопросов и очень много повторяющихся вопросов я каждый эфир мне кажется это уже повторяю и мне даже иногда скучно становится но все равно повторим потому что новеньких у меня много кто новенькие пишите обязательно там плюсики мне о плюсики да чтоб много не писать пишите плюсик то новенький чтоб я знала что я не говорю вам одно и то же и у меня кстати на ютюбе много новеньких никто это ролики залетели неожиданно у меня youtube никогда не продвигал а тут прям очень много просмотров ну что и так я вам показываю много роликов роликов в ленте instagram а на то и например говорю иногда я даже использую такой слоган как делаю упражнение раз в неделю и у тебя там брылью идут понятно что это упражнение очень очень классная эффективная но оно само по себе естественно не очень-то время как точечно конечно у вас будет результат будет эффект но мы с вами должны работать в комплексе правда много новеньких да правда есть новенькие так что ладно будем повторять и естественно мы с вами начинаем к идеально конечно работать от стоп у вас должны быть мягкие стопы должны пружинить развернутые плечи должны быть должна быть хорошая статика в принципе всего тела биомеханика движения а ну мы так далеко тоже сейчас с вами пока не копаем но закопаем я вам обещаю я только вчера нашла вас в инсте вы очень притягательная удача вам спасибо большое спасибо а кто с ютюба кстати есть кто-то с ютюба мне на ютюбе сейчас этот подписчики вообще прям очень много идет новых подписок и тоже там говорят я вас случайно нашла муки интересно не отвлекаемся итак мы с вами самый очень важный момент мы с вами работаем с шеей и с подвижностью грудного отдела потому что если у вас шейка все время находится вот в таком сжатом положении плечи залезли наверх и вот здесь очень сильно перенапряжение и будет всегда вот так вот ходить плечи задираются наверх груди 3 3 трапеция верхняя перенапряжена и шею ходит вперед либо вперед либо хорошую школьницей вот так вот ее поднимают а представьте если мы с вами и вот здесь вот сокращается пространство от шеи к лицу у вас шейка должна быть сзади такой же одинаковой длины как впереди так и сзади нужно быть сзади длинная а у многих вот вот это старение идет начинается шеи вот здесь все перекрыто идет сразу отечность лица и конечно же вот это упражнение отбрыли что показала она эффективна для укрепления щечной мышцы но так как у многих вот здесь вот это все перекрыто здесь лимфа не отходит венозного оттока толку толком нет все застаивается лицо будет пастозным и закачайтесь вы эти щеки будете вы гонять гонять а то обрыли будут оставаться мне тоже надо почему и делают упражнения а мне ничего не уходит потому что надо работать девочки комплекс на шее и когда у нас кровоток лимфоток перекрыт ни о какой красоте лица гречи быть не может поэтому давайте сейчас мы с вами сделаем комплекс а потом я поговорю с вами и поотвечаю на вопросы так начинаем то есть этот комплекс можно делать каждое утро сколько мне поменьше вам упражнений дать чтоб не очень много давать и вас не перетруждать а то сейчас перетружу а вы потом делать не будете давайте первое упражнение во первых на мы с вами должны шейку мало шею массировать мы всегда сочетаем с вами активную работу и пассивную и ничто нам не заменит мальчики тоже смотрят молодцы мальчики мальчики мне занимаются еще лучше чем девочки скажу потому что мальчики они более усердны они привыкли работать в тренажерных залах заниматься спортом и фитнес-клубе ко мне на хит фейс фитнес мальчики ходят еще более прилежно и так скажем регулярно чем девочки ходили я сейчас перед так поехали упражнение делаем 10 раз в каждую сторону наклоны ушком к плечу но при этом смотрите мы делаем наклон но при этом мы верхним ухом вытягиваемся вверх да то есть мы не тянем к плечу ухо они не 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 на складывание работаем она вытяжение наверх и потом уже идем бог то есть вот это ухо дамы наклони медленно 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 наклоняя и вытягиваем наверх у вас очень важно это делать в ровной плоскости можете стать у стены до теперь медленно-медленно в другую сторону и ушком тянемся наверх медленно-медленно а с чего мне начать начать шеи вместе с нами медленно-медленно до наверх ушка мягко-мягко плавно мы когда работаем шею мы не делаем никаких резких движений вытягиваемся ушком здесь наверх мы не делаем ни в коем случае резких движений все движения плавные на 10 процентов усилия из-то если вам что-то мешает двигаться есть болезненные моменты во-первых болезненные моменты надо проверить почему может быть даже сходить неврологу сходи сделать мрт может быть все тянет до делайте только мягко-мягко и плавно всегда мы начинаем с меньшего усилия и и настолько насколько пускают ткани идем к большему ни в коем случае не форсируйте потому что межпозвонковые диски у нас в идеале конечно мягкие и они питаются диффузией а когда уже вы не двигаетесь и еще там могут быть повреждений повреждения они могут это могут вырабатываться у вас шипики а у некоторых образуется лишь не только шипики а еще и скобочки между дисками и диски становятся неподвижные поэтому не форсируйте ничего не ломайте вот насколько вас ткани пускают настолько вы работаете не надо в этот спондилез свой спондилез это когда уже говорите скобочки между вот так позвонками и становится неподвижным это с возрастом до образуются скобочки у многих кто не двигался кто вот так вот закостеневал ходил как робот спортом не занимался образовывать получается спондилез спондилез да вот такие вот скобочки и становится же неподвижно но и какая какой плюс этого спондилез то что те у кого позвонки и шапки и бывают на этим у некоторых нестабильность шейного отдела бывает когда чуть повернулся позвонки там вылетают расшатываются а это бывает молодом возрасте а во взрослом возрасте постепенно из-за того что не постели постоянно повреждаются образуются вот эти шипики скобочки и шинка дел становится стабильный плюс и так мы сделали с вами 10 раз каждую сторону свою амплитуду еще я замечала у меня многие девочки постарше которые начинают двигать как-то так так то есть у них ровно голова не двигается на вот ровно включу не не надо не надо стараться прям глубоко сделать сделайте так как надо еще с вами детально объясняю смотрите ставьте так стенки и делайте вот у стены четко к уху ушкам эти вне ухом сюда траектория одним ухом тянетесь наверх я почему вам так подробно объясняю выполнением данного упражнения потому что я вела групповые занятия такой вот лечебной гимнастики для девочек после 60 лет я знаю что у многих амплитуда реально нарушена и поэтому вас поконтролируйте и в своем плитуду настолько насколько вас пускает ушком тянетесь это ушком тянетесь наверх то есть вы себя вытягиваете до вытягиваете получается наверх следующее движение я также вам предлагаю сделать у стены почему стены сейчас вы тоже прижимаетесь затылка можете кстати даже у так встать не важно нагрузку со спины снять и начинаем двигать носиком каждую сторону почему я прошу тоже стать у стены как показывает практика вы представляете вот это доставьте пожалуйста эфир я постараюсь я просто прочитала отвлеклась сохранить эфир сохранить эфир я очень постараюсь есть инстаграм не его сейчас не сотрет каких только чуть чуть только не происходит если никто не позвонит случайно хотя я уже научилась из архива доставать так смотрите следующее носиком двигаем сюда к плечу тоже делайте пожалуйста это движение очень очень аккуратно сейчас опять буду по шагам почему как показ практика это упражнение оказалось у меня самое сложное опять же для девочек постарше после 60 даже после пятидесяти лет и а бывает мы молодым потому что я говорю группе поворачиваемся носиком как будто бы вас а ну а у нас то не могут всех стеночки ставить меня стоит передо мной 30 человек группе я поворачиваемся носиком бог и и начинается у восьмидесяти процентов группы либо как-то вот так то есть люди они привыкли уже к паттерну движения определенной амплитуды и ну то есть вот да вот каких-то таких у них там опять же образовались вот эти все скобочки болевые моменты они начинают себя защищать и когда я прошу сделать вот такое ровное движение как будто вот вас ну я уж каких только ассоциаций не говорил как будто здесь штык как будто бы вас вот так вот подвесили вы там как куколка вот так вот до четко многие к сожалению не могут сделать им кстати страшная картина на самом деле многие даже большинство не могут сделать вот этого ровного движения поэтому если и они не чувствуют того что они делают неверно а потому что они привыкли так двигаться они им кажется что они двигаются ровно двигаются неровно поэтому и так вот лучше тоже ставьте к стене можете ноги отставить так подальше на главное чтобы у вас лопатки плечи прижимались и начинайте с выдохом на гней наоборот справа влево это нет на то все таки поровну его так стать поровне в одну сторону и прям подбородочком ведете идете за подбородком в одну сторону в другую тему стены даже не очень-то удобно но я просто хочу чтобы для контроля сделали андакт на эти в одну с выдохом заверите в точке выше высочайшего натяжения замираем стоим три вдоха выдоха и выдыхаем напряжение или либо делайте это упражнение очень важно перед зеркалом и с выдохом делаем выдох доворот головы то есть пока вы стояли в точке высочайшего напряжения у вас уже мышца расслабилась и вас пустит дальше вдох выдох и возвращаемся в исходное положение затем в другую сторону выдох зона максимального натяжения 33 цикла вдоха выдоха и с каждым выдохом представим дышите в зону напряжения представляете как все выходит смотрите очень важно когда вы так стоите сейчас дышите на меня посмотрите сейчас как я говорила очень многие начинают стоять не так а вот так вот проконтролируйте себя насколько вы ровно вот так поворачиваете голову и насколько далеко не торопитесь не форсируйте вот здесь очень важна техника потому что иначе если шею можете вообще повредить очень надо тонко работать с шейными позвонками здесь мы сейчас работаем с седьмым шейным позвонком поэтому пожалуйста берегите его если у вас какая-то острая боль вы не делаете три цикла вдоха выдоха и доворачиваете еще с выдохом еще идете за подбородком и так в каждую сторону пять раз получается напишите получается насколько ровно получается какие у вас ощущения возле ушек образовались маленькие морщинки если для этого упражнения конечно упражнения есть потому что опять же почему возле ушек образовались морщинки вы здесь опять же должны начинать именно с того что мы сейчас с вами делаем возле ушек а почему у вас образовались морщинки потому что у вас зона здесь перенапряжена зона шеи перенапряжена вы толкаете шею вперед грудинно-ключично-сосцевидное укорачивается тянет сюда а грудинно-ключично-сосцевидное увязано с жевательными тоже и вот с этим местом и тянет ухо вперед и ухо толкается вперед здесь залипает апоневроз черепа все лицо уходит вперед и будет свисать и чем дальше тем будет свисать и вот у вас вот эти вот морщинки за ухом здесь очень много следствий здесь многими то что начинают писать а скажите вот мне нужна индивидуальная консультация да я без индивидуальной консультации вам все скажу старение она идет достаточно на самом деле типично и не важно тоже очень многими худого полно лицу да неважно вдоль полно лицу там минимальное различие вы должны шею на место поставить вы должны вытянуть свою грудино-ключично-сосцевидную скальп расшевелить кстати давайте знаете что на следующий на следующий урок на следующий эфир знаете чего хочу сделать я сегодня думала сделать сделаем массаж головы хороший для усиления роста волос сделаем да кто да кто допишите да потому что есть массажи виды массажей которые помогают улучшить кровообращение и рост волос улучшается у меня у девчонок говорят даже седые волосы уменьшались марафонах когда я жила жила живые марафоны вела прям девчонки были очень довольны но у меня сейчас почему-то только появились седые волосы или это просто уже возраст у меня короче есть седина или я ее задерживала седину как долго как могла да вот да 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 ну значит айте следующий эфир тогда у нас про волосы я прям подготовлю про волосы и с вами сделаем массаж головы я вам покажу расческу чудодейственную которую я купила насти и ничего и покажу свой уход за волосами а вот они сейчас смотрятся как в умении а у меня на самом деле кстати хорошо волосы смотрятся сейчас я на свет выйду они блестят так как камера как всегда я пытаюсь вам показать что у меня волосы блестят не не отражает не круче ладно все поехали дальше как всегда камера не передает красоту так все поехали дальше я хотела дать вам еще следующее упражнение не устали вы от гимнастики нет продолжаем потому что я пытаюсь сейчас разжевать что здесь важно вот это вот техника когда вы делаете ни в коем случае с позвонками мы не нахрап не действует очень деликатно очень с любовью к с к своему телу и прям чему чувствуем себя потому что если вы делаете что-то нахрапом то вы себе повредите так что все это мы прорабатываем кстати на моих курсах а я забыла сказать рекламную паузу дайте рекламная пауза моих курсов покупайте курс какой у меня сейчас курс в основные курсы сейчас в продаже у меня три фейслифтинг базовый уровень это для новичков там простые комплексы там все разжевывается прям для новичков для новичков прям вот там урок межбровка и как работать с межбровкой комплекс на межбровку все 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 движения на межбровку что почему с разбором анатомии мешки под глазами все 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 про мешки под глазами Продолжение следует... Продолжение следует...